Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, спустя некоторое время-то я пришел к вам, но не вижу у вас на столе какой-то подготовки к тому, чтобы здесь появился бюст промиса. Ты врешь, ты врешь, я тебе макет посылал. Ну, макет... Картины. Картины, я надеюсь, вы отдали... Потом я тебе покажу место, где она будет распространяться. Да, я надеюсь, вы отдали в работу. Здесь песочные часы, бюст генералиссимуса и... Это будет в другом помещении, где ты сейчас ждал, в соседнем. Ну, да. Но приближаемся к этому, что сказать. Ну, не знаю, как ты будешь с Рандоном на руках. Аня, не с Рандоном, а с Меркель на руках. У нас же такой спорт. Ну, это мы еще посмотрим. Еще 7 матчей, у Квинси уже 2 гола, осталось 4. У Рандона 3, по-моему, да? Если бы вы не отжали 1 гол, у меня бы уже было хорошее преимущество. А какой я гол отжал? Ну, головы отжали, сказали, что, значит, 6, а на самом деле 5. Поэтому нужно было мне быть понастойчивее. Больше пяти. Да, больше пяти. Ну, или... Пять с передачей. Ну что, начнем с общественно-политической повестки. Господи, я думал, ты сейчас скажешь, на колено вставать надо. Вот такой-то ты какой-то задал. Вам, кстати, как история с Карасевым. Красавчик. Прям вот аплодирую двумя руками. Мы вообще под эти всякие клоунские задумки англичан и прочей всякой хероты, вот точно не должны прогибаться. И точно не должны, как обезьяны, следовать фарватере их там бредовых идей, извинений и прочей всякой херни. У нас своя голова, у нас свое мнение. А те ребята, они же такие. Сегодня они перед неграми извиняются. А в 30-х их королева активно зиговала вместе с нацистами. Поэтому у них так с их глаза божья роса как удобно, так и выкрутили для себя. Сегодня им удобно так. Сегодня они там на коленях стоят, а через пяток лет они их и вешать опять будут, как раньше. И там в белых колпаках ходить и поджигать. Какая будет конъюнтура. Но, кстати, не последовало никакой негативной реакции со стороны УЕФА. А почему должна быть какая-то негативная реакция? У нас негров только обучали наукам. И в виде экзотики, может быть, кто-то себе какого-то и привозил, типа арапа. При царском дворе. А у нас культуры угнетения негров не было. Мы же не как Бельгия, в Конго. Их уничтожали. И не порабощали, не таскали на плантации. Это чисто английская забава. Но вот они пускай разбираются со своими грехами старыми. Им еще за Индию отвечать. Я так думаю, что им не надо останавливаться только на черных. Надо обязательно, когда закончится тренд с черными, надо обязательно с Индией как-то разбираться. Считаю, что в этой ситуации можно даже не на колено, а раком, например, стать. Будет так заманчиво по мантре. И точечку еще куда-нибудь прилепить. Обязательно. Индусов-то они тоже вырезали и истребили огромное количество. Почему только с черными? Я считаю, надо продолжать. Это хороший тренд задали. Или задали. Что-то я какой-то Горбачевский. Ударение сосна. Не критично. Поэтому я думаю, что ребятам останавливаться не надо. Еще одна общественная политическая тема связана с тем, что избранный президент США господин Байден назвал президента России господина Путина убийцей. И господин Путин ответил, что кто обзывается, тот сам так и называется. Как вам этот обмен мнениями? Ну, Путин красавчик. Ответил хорошо. Единственное, как-то не знаю. Слишком детская пословица. Я бы что-нибудь порезче. А что, нужно было его суку назвать? Как бы Парижа это как? Ну, нет. Людей с деменцией обижать нельзя. Давайте вы как бы ответили господину Байдена. Можно и про вора сказать, на котором шапка горит. Можно и нечего на зеркало пенять, когда у самого рожа кривая. Ну, и в таком духе. Ну, что Байден? Ну, Байден там все понятно. Ну, ты видел, как он по лестнице поднимается в самолет? Нет? Ну, я видел, да. Ну, послушай, ну, поставили, понятно, управляемого безумного человека, который, ну, просто, ну, он реально безумен, у него реально старческая деменция, и он ни на что не влияет. Что лишний раз подчеркивает, что Америкой, в принципе, управляет не президент, а управляют финансовые кланы, корпорации, которые ставят своих, вроде как, независимых конгрессменов. Но все равно всей Америкой управляет капитал. Ну, у них такая система, ну, у кого-то другая. Это их, собственно, ну, их личное дело. Просто я думаю, что когда они ставят таких президентов, они все больше и больше начинают веселить вообще весь мир. И не то, что показывают возможность, а заставляют всех остальных менее серьезно к ним относиться. Вот. Ну, а уж про попугивание Байдена, так, ну, это вообще на потеху всем политологам, обозревателям, ну, и вообще всем здравомыслящим людям. Вот, это, знаете, похоже на такого дурачка во дворе старого, он всегда есть, присутствует, который грозит всем, который выходит, там орет, фулиганы, хватает палку, что-то там трясет, а все над ним ржут. Ну, вот это из этой же серии. Ну, как вам эта история с падением ее на лестнице? Что это такое? Ну, старый человек, который пытается показать, что он еще не до конца развалено. Ну, его такого, как он, надо уже под ручку водить, поднимать, ну, раз уже вы его выбрали, ну, и таскайте его. Ну, помнишь, как Брежнева же держали там по два человека сзади, так, опа, подпирали плечами. Ну, так, а этот еще и старше, чем Брежнев, от того, что он худенький, но это еще не значит, что он более здоровый. Вот, поэтому, ну, я изначально, в принципе, слышал, что там вся эта тема затачивается под вице-президента их, эту женщину, Харрис. Да, потому что всем было понятно, что сама она не пройдет. Вот, ну, Байден, вроде как, с этими вбросами, которые были со всеми остальными вещами, ну, вроде можно протащить, что они, в принципе, и сделали. Вот, ну, еще вот он там чуть-чуть поковыряется, какой-то дурости налепит, небольшое лукошко, ну, и его отправят по состоянию здоровья на отдых, а эту сделают президентом. Для чего им это надо, зачем, не понимаю, но я сегодня прочитал эти заметки, там, или не знаю, как это называется в Твиттере, когда сенатора Пучкова, очень мне понравился его такой тезис, что Байден все пытается снова сделать Америку великой, вернуть, только никто не понимает, как теперь это сделать, и они сами не понимают. От этого в конвульсиях, ну, это вольный мой пересказ того, как я это понял, их шарашит в разные стороны, и они вообще не могут понять, что они хотят, как и почему, и зачем. Я думаю, что на самом деле мы присутствуем при ситуации такого, знаешь, большого шторма в Америке. Первый большой шторм был, когда развалился СССР, ну, и его помогали раскачивать. Эти, вроде, даже сами себя раскачивают так, что у них может произойти все, что угодно, потому что вечно надувать этот пузырь путем печатания, и произведение просто на бумаге этого огромного количества долларов уже нельзя. Многие страны, которые, в принципе, самостоятельные, более-менее успешные, пытаются выйти из этой повестки дня, где все расчеты идут через доллары, и, в принципе, идут под контроль на Америке. Ну, и я думаю, что в ближайшие, наверное, лет пять уже с этим все справятся, и тогда Америка просто от того, как она привыкла жить за счет других, она не сможет этого сделать, и из-за этого у нее начнутся большие проблемы. Ну, то есть, когда там Китай с Индией, например, перейдут на какие-то электронные расчеты, Россия с Китаем, Европа, ну, то есть, когда все это будет делаться мимо Америки, мимо доллара, ну, тогда все. Жировать уже будет не на чем. Производство давно, большую часть там закрыта, перенесены в Азию, идей каких-то глобальных много не рождается. Воровать мозги больше негде. В принципе, уже весь мир обворовали, и все поняли, что надо свои таланты и своих гениев беречь, и все пытаются это делать. Ну, и по большому счету, если эти деньги, которые печатались не то, что вагонами, а просто, я даже не знаю, какой меры измерения все эти триллионы напечатанных долларов сосчитать, так вот, если они будут уже никому не нужны, то, соответственно, и нечем будет финансировать свои там какие-то еще не умершие отрасли производства. То есть, когда все это провалится, ну, и там будет все совсем тяжко. Россия, Андрей Владимирович, арестовали, задержали, ну, сейчас уже, наверное, арест применимо, осуществительно, пензенского губернатора. У него нашли, по разным данным, от 300 до 500 миллионов рублей наличными, и разного рода часы такие, недешевые, у вас сегодня вот нет таких, которые стоят 50 лады ларгус, но вы и... Слабак! Вы и не госполковники! Зачем человеку держать 300 миллионов наличных денег? А куда ему их деть? Показать на счету он их не может, потому что у него есть несоответствие заработка. Да. Тому, тем деньгам, которые у него есть. Ну, не на жену тоже нельзя положить. Как показала нынешняя жизнь, как раньше, помнишь, там, на каких-то родственников, на людей оформляли машины, потом доверенности. Все стали умные. Никому не доверишь, потому что любой потом может сказать, извините, это мои деньги, и потом иди доказывай, ты в суде не докажешь. Вот. И все, что им остается, этим бедолагам, губернаторам и прочим чинушам, это держать под кроватью в кеше. Менять на валюту можно спалиться, неудобно. Валюту мало вообще кто сейчас им дает. Ну вот они, бедолаги, страдают. Вынуждены себе комнаты делать специальные или отделение под кроватью, куда и складывать весь этот... Рублевую всю эту массу. Ты знаешь, я был, недавно стал так как-то присматриваться и заметил, что в некоторых других ресторанах люди подобного вида, как этот, рассчитываются наличными. Для меня что-то так стало диковато. Я раньше не обращал внимания. А потом я понял, слушай, они же вообще карточкой даже не могут рассчитываться. И поэтому они достают там по 100 тысяч рублей, по 150 и за 100 рассчитываются. А второй раз меня еще убило. Я поехал как раз там один свитерок покупать во времена года. Ну и захожу, и меня спрашивают, вы наличными будете платить? Я вначале не понял, говорю, почему? Говорят, что это я должен? Говорят, а у нас 90% народу платит наличными. Говорят, жены чиновников и чиновники приезжают и только кеш. А я говорю, слушайте, ну кешам же уже никто давно не платит. Говорят, не, 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 вы ошибаетесь. У нас здесь 90% именно так. Вот это для меня, знаешь, такая была интересная ситуация. А потом я посел, думаю, ну да, в принципе, ребятам-то как-то надо отоваривать то, что у них есть. Я тебе больше скажу. Еще я начал спрашивать люди, говорят, да нет, ты еще не видел, говорят, эти самые, когда за гостиницу, там они мешками прямо приезжают, с пакетами рассчитываются и в санаториях на берегу Черного моря, и в Крыму, и в принципе здесь, в московских гостиницах. Бедные люди, им надо помогать. Им надо как-то вот брать консультантов, которые им помогли разместить эти деньги. Потому что фантазии нет вообще. У кого в гаражах, у кого в квартирах, у кого, ну у всех в коробках и у всех в огромном количестве. О чем это говорит, вот это то, что это же не первый уже такой вот губернатор, который, которого взяли. Был до этого в Хабаровске, но там Хабаровск вышел. Мое мнение, да, еще нет. Мое мнение, что они одинаковые абсолютно все. Просто есть поумнее, а есть совсем вот как вот этот же был военком, да, по-моему, бывший? Ну я не знаю, его биография сейчас не говоря. По-моему, да, по-моему, он бывший военком, а есть прямо вот такие вот. Копаем отсюда и до обеда. Ну, кто из ребят поизворотливее, ну у тех-то как-то все это по-другому выстроено, понимаешь, за счет вроде как бизнеса родственников и прочих вещей. Ну, есть другие схемы и вообще есть более креативные ребята, и которых в принципе не за что поймать. Но я тебе уверяю, лично мое мнение, кристально чистых там нет. Андреевич, а вот, к сожалению, самое оригинальное место, где вы держали деньги в доме? Или, может быть, при перевозке? Может быть, вы использовали методы, как в кинофильме «Любовь и голуби»? Что-то такое? Нет, у меня, во-первых, я не держу столько наличных. Это первый вопрос. А потом я все-таки склоняюсь к тому, что надо как-то поинтереснее. Я, конечно, не чиновник, но я думаю, что им надо брать специальных консультантов. Потому что, допустим, ну вот мешочек, он же небольшой, он, господи, ну как я это даже тебе, наверное, покажу. Мешочек, вы вот к чему говорите про мешочек? Ну, вот такого размера мешочек, будь он бриллиантов, это в принципе то, что таких... 500 миллионов эквивалент. Ну, может быть, даже и больше миллиарда, то есть, если это у тебя такой мешочек чистейших бриллиантов, там больше 10 карат, это точно никогда не будет дешевле. Потом это вряд ли у тебя, если ты не конченный идиот, смогут найти. И это всегда, ну, такая, знаешь, ходовая вещь. То, что у них нет мозгов, то есть, у них же мозг работает только на то, чтобы украсть. Мозга на то, чтобы, ну, или получить там в виде взятки или чего-то еще. А что дальше с этим делать, они же не понимают. Ты зайди к ним домой, ты посмотри, у них уровень там мебели, ремонта и все такого, ну, это ужас. То есть, это люди, которые попали на золотую жилу, но совершенно не умеют ни жить, ни распоряжаться деньгами, ни создавать какие-то, ну, и, как тебе сказать, новые интересные вещи, которые могли бы порадовать не только их, но еще кого-то. Они не могут построить там какой-то красивый дом обязательно с какими-то рюшками, с каким-то говном. Они не могут какие-то заказать произведения искусства или купить их. У них ничего, у них только развит хватательный рефлекс. Они только хватают, жрут ртом и жопой и не понимают, чего дальше с этим делать. Я же тебе говорю, у них даже не хватает мозга переконвертировать эти деньги, эти наличные, во что-то такое емкое, что можно, в принципе, было бы спрятать и было бы очень тяжело найти. Повторюсь, опять же, вот этот мешочек, например, с теми же бриллиантами, ну, если, я не знаю, там, по нынешнему законодательству можно или нет отдельно камни хранить. Раньше, я помню, было нельзя, это было приравнено к валютным операциям. Ну, опять же, можно в любое кольцо там эти бриллианты поставить и все, и уже можно хранить. Ну, повторюсь, маленький мешочек, и вот у тебя уже при обыске ничего не нашли такого большого. Ты можешь купить одно яйцо Фаберже, там, за 30 миллионов, и положить там его где-то, опять же, в зарубежном или каком-то нашем, в ячейке закрыть, и вот тебе то, что у него нашли эти 300, 300 это сколько у нас на сегодняшний день? 300, или сколько у него нашли там, пятерка? Ну, пятерка это что такое? 5 миллионов долларов, да, примерно? Ну, у него, кто что пишет? Кто пишет 500, кто 300, да? Сейчас, давай, посредине остановимся 400, ну, где-то 5 миллионов. Ну, я тебе уверяю, можно там за 5 миллионов евро, за 4 купить любую там фуську, которая, в принципе, никогда не будет дешевле, оставить себе на жизнь там 10 миллионов или 50, ну, понимаешь, объяснить тому же губернатору, где он взял 50 миллионов, я думаю, не такая сложная вещь, как объяснить, где он взял 500. Тем более, все люди выездные, тем более, там, дети продвинуты, они же всех детей отправляют учиться, какой-нибудь там по англиям, еще по каким-то гадюшникам, ну, и, в принципе, можно им поручить, но, наверное, там тоже такие же и дети одноклеточные, ленивые, что даже не могут такие вещи сделать. Ну, слушай, я уверен, что если глубоко копнуть, то на любого губернатора, мэра или еще кого-то можно найти, но я уверен, что она и есть целая простыня, просто вопрос, когда эти, знаешь, эти платки из этой коробки наш фокусник достает и в какой момент кого нам надо зажать, посадить или пережать, или отправить куда-то. Мне кажется, это вообще такая политика, знаешь, их ставят, потом дают им рыва измазать, чтобы они были полностью управляемые и ручные, потому что когда рыва в говне, ну, все, ты уже ручной. Одна тема еще про деньги. Было исследование по зарплатам в разных отраслях. На ваш взгляд, где, какая отрасль и регион России самая высокая заработная плата? Ну, по-моему, я, если не ошибаюсь, я читал, по-моему, у нас же Коголым, самый богатый регион Лукоиловский, там эти ребята в городе, там какие-то страшные зарплаты. Сахалин, 380 тысяч у нефтяников. Ну, не знаю, может быть, конечно, и Роснефть перехватила, но я помню, раньше было у нефтяников Коголыми, по-моему, были и зарплаты, ну, и вообще там было все очень дорого. Как гражданам России знать, что зарплата на Сахалине у нефтяников 380 тысяч рублей? В смысле, как знать? Ну, завидовать, проклинать, что делать? Ну, пусть поедут, попробуют поработать нефтяниками и узнают. Я тебе скажу, это адский труд. Труд на буровой, труд вообще нефтяников, это всем только кажется, что это... То есть, все слышат цифру и все. А ты пойди там покорми этих полуметровых комаров по колено в грязи. И у нас же нефть, она в основном располагается в таких регионах, где просто ад, где людям-то и жить особо невозможно. Поэтому я считаю, что завидовать тут абсолютно нечему. А кто хочет завидовать, ну, вон у нас есть вахты, вахтовики, у нас практически вот эти все татарские. Ну, я объединю так республики, которые у них же вообще ребята постоянно... Почему у нас так много, в принципе, ребят с татарскими фамилиями, особенно вот раньше было в нефтянке в 90-х годах, потому что они начинали с вахтовиков, потом инженеров, и работали, работали, и они не гнушались этим, и постоянно гоняли туда. Ты понимаешь, что там даже работа идет вахтовым методом, потому что постоянно там работать нельзя, ну, это одище просто. Поэтому люди вахтовым методом туда приезжают, работают, зарабатывают, потом возвращаются домой, и потом опять туда. Прочитал я о средней заработной плате в Москве. Сколько она, на ваш взгляд, составляет? Я что-то читал там тоже в районе 100-10. 95? Ну, 90-100. Да, ну, врач, что-то 100, но она так колеблется туда-сюда. Ну, в Москве другая проблема. В Москве ты практически не найдешь местных работников. Это в основном все, кто приехали в Москву искать счастье. Москвичане такие, прямо с такой претензией, с такими амбициями, что ты не найдешь. Очень тяжело найти, особенно на такие непрестижные профессии. Там водитель, слесарь, ну, такие вот, обычные. А если даже люди идут, то они идут с такой претензией, что прямо аж это, от слова соцпакет меня аж прям передергивает. Почему? Ты понимаешь, человек еще ничего не сделал, но он уже там тебе выдвигает такие требования, особенно мне нравится у них вот это обсуждение соцпакета. Я говорю, подожди, может у тебя еще руки из жопы растут? Я говорю, ты пойди сделай что-то. Нет, давайте вначале обсудим. И там это, подгружая, чего ему. Ты ему, понимаешь, он тебе пришел, ты ему уже должен. Он еще тебе ни одного винта не закрутил, он тебе еще ни одного километра не проехал, но ты ему уже должен. В этом плане очень проблемно. Ну, потому что хочется взять всегда местного человека, ну, это даже больше из безопасности. Вообще, ну, по любым там смыслом лучше взять местного, но они не идут и приходится брать ребят приезжих. Еще одна тема, о которой хотел поговорить, тоже общественно-политическая. господин Лавров, министр иностранных дел, заявил о необходимости отходить от западных платежных систем и доллара. Это как? Ну, это, о чем мы с тобой говорили. Мы, во-первых, не должны зависеть от ситуации, когда нам, ну, Россия, я имею в виду, при любых расчетах могут в любой момент отрубить. Эти расчеты, подставив, ну, на какой-то период, не знаю, там, полмесяца, месяц, создав проблемы, это раз, а во-вторых, ну, вот, зачем нам, понимаешь, когда все расчеты идут через доллар, а это, грубо говоря, идет через федеральную систему американскую, подобие нашего Центробанка, то Америке обо всем все известно. А зачем нам, в принципе, своего потенциального соперника извещать обо всем? И я думаю, что это как раз очень неправильно с точки зрения безопасности государства, ну, и вообще. Поэтому я считаю, что да, надо абсолютно от этого отходить. Ну, поэтому и пошла, я так понимаю, эта история, тема с раскачкой этого электронного рубля, ну, вот, подобие этого биткоина и переход на расчеты, чтобы еще больше сделать и отрыв от этой системы, ну, и вообще сохранить дискретность наших каких-то операций. Ну, почему мы должны посвящать во все, во все свои финансовые операции по миру Америку? Я считаю, что этого абсолютно не надо. И нам в первую очередь. Ну, мало ли, что мы там хотим в той же Венесуэле, Кубе или еще где-то построить. Мало ли, зачем мы им деньги даем. Почему американцы должны об этом знать? Они, когда об этом знают, они уже напрягаются. А раз они напрягаются, значит, повышенное внимание. Может, нам что-то дискретно хочется сделать. Вот, это же касается, например, любых вещей. Это может быть вооружение, это может быть какие-то технологии, это могут быть строительства каких-то объектов. И на все это, на каких-то стратегических точках для нас важными, нам надо это сделать. А мы, в принципе, можем только либо деньги самолетами ввозить, либо, ну, через евро, ну, тогда Германия все знает с Францией, что мы делаем через евро производить расчеты. Вот, а если будет вот такой электронный инструмент наподобие биткоина или еще чего-то, ну, и все, привет, никто ничего не знает, и расчеты происходят, страны довольны друг другом, а неприятель поставлен в замешательство. Ну, то есть, вы бы рекомендовали гражданам России избавляться от доллара сейчас? Ну, я бы не рекомендовал избавляться, потому что все-таки неустойчивость нашего рубля, она очевидна всем, и только дурак может сказать, что это самый крепкий на сегодняшний день финансовый инструмент и валюта. Но я бы, например, если просто ты бы меня спросил, я бы больше акцент делал в сторону евро, потому что, на мой взгляд, там и демократия, более серьезная, и больше стран вовлечено в весь этот процесс, и, в принципе, стабильности в Европе гораздо больше. И долгов таких нет, конечно, там и Италия с Испанией, они пытаются догнать Америку, но все равно, там Италия, по-моему, 3 триллиона, Испания 2 триллиона, но это не 20 американских. И все-таки, на мой взгляд, в промышленном плане, вообще во всем потенциале, Европа вся совместно, при условии, что она с нами благополучно соседствует, это структура посильнее американской. Хотел бы, каждый раз, когда будем общаться, что-то такое вносить, не только связанное с общественно-политической повесткой, но не знаю, насколько вы следите. Знаете ли вы гражданку Манижу, которая поедет, представит Россию на Евровидении? Видел, удивился. Почему? Ну, я так понял, что ты девочка из Таджикистана вообще. Ну, я вообще, знаешь, мне как-то это сложно, у меня в голове как-то это тяжело укладывается. То мы хотели девочку, по-моему, из Украины послать в какой-то момент. Теперь мы посылаем, в принципе, уроженку Таджикистана. У нас что, в 150-миллионной стране нет своих людей, которые могут петь, кроме вот этих прикольных, они, конечно, черти прикольные. Литл Биг, да. Но тоже как-то все-таки для того, чтобы быть лицом страны, несколько странно. Но я тебе скажу, что и послать эту девушку не менее странная мысль. Я вообще не очень слежу за всеми этими конкурсами. На мой взгляд, это вообще какая-то хрень собачья. Но все-таки мое мнение, что если мы говорим о представительстве страны, то представлять страну должен человек, ну, если... Кто, Андрей Владимирович, кто? Ну, по крайней мере, если не рожденный здесь, то проживший основную часть своей жизни. Я не знаю, кто. Это проблема не ко мне. И точно вопрос, ну, как, знаешь, это принято говорить, не на мою зарплату. То, что у нас, наши эстрады, вообще все это похоже на большую помойку, где мы смотрим на эти перетянутые рожи уже по сто раз этими пластическими операциями. Они уже, в принципе, говорить нормально не могут. А мы с экрана все смотрим их песни, пение. Это идиотизм. Все это давно пора ротировать. Но ротировать, опять же, нормальными людьми, а не всякими там полупидорами, которые тоже лезут отовсюду. Я думаю, что это проблема вообще нашей эстрады и вообще нашей вот этой всей шоу-бизнеса. Она, ну, прям... Проблема, проблема сексуальная болота, знаешь. Они там все там, кто-то кого-то долбит, кто-то кому-то еще что-то. И вот они там все погрязли, а хороших-то вещей нет. Песен хороших нет, хитов больших нет. Ты вспомни, сейчас самое приятное, что слышать, это то, что они перепевают из времен социализма на новый лад. Но вот я не помню за последние там... Ну, возьми, давай, в короткой перспективе за последние три года ты наберешь десяток хороших вещей, которые бы у тебя были на слуху, как раньше там все эти... То миллион алых роз, то еще какие-то вещи пели, да? Или там уйдем еще дальше песни Леченка, где знала вся страна. Ты сейчас вот за последние три года соберешь десяток песен, которые ты любого человека останови, и он из них хотя бы больше половины знает. Я думаю, нет. И это говорит о том, что здесь идет полная деградация. И поэтому от нас едет девочка из Таджикистана. Я ничего против нее не имею. Она такая веселая, какая-то живая, но мне кажется, было бы правильно, если бы она поехала от Таджикистана, а не от нас. А от нас, я не знаю, кто-то же тоже может. Не обязательно, конечно, это чудо в перьях двухметровое, которое уже ездило. Это вы кого имеете в виду? Ну, этого Киркорова. Или этот второй там с крыльями. Ну, есть же люди, которые могут и прилично петь. А вот полупидорами я стесняюсь спросить, вы кого имеете в виду? Слушай, если я начну сейчас говорить, кого я имею в виду, потом мне могут какие-то претензии предъявить. Мы закончим свою передачу, я тебе прямо от руки напишу весь список полупидоров и конченных пидоров. К футболу. Главная новость то, что... Да, мы про другой цирк теперь. Олеча назначают ЦСКА. Что вы об этом думаете? Есть две точки зрения. Первое. Нормально нужно встряхивать, потому что у Гончаренко не получается. И второе. А чем, собственно, Олеч лучше Василия Березутского и почему не назначают именно Василия Березутского? Что вы думаете о вот этих переменах? А почему Василия, а не Алексея? Ну... Ну, просто... Это мой просто вопрос. Ну, в общем, да. В общем, Василий лучше Алексея. Ну, потому что... Хорошо, я свою точку зрения не выскажу. Потому что Алексей... Я не знаком с ним, не общался. Да, потому что Алексей, ну, как мне представляется, более тяготел к какой-то менеджерской стезе. Василий в тренерском вот этой бригаде был, а Алексей туда перешел после того, как он чуть не шел вообще из ЦСКА. Я знаю лично. Мы там несколько раз общались. Мы, в принципе, хотели его и купить, но мы хотели купить его по-хитрому, когда бы у него закончился контракт. Зная это, армейцы его приобрели, по-моему, за полгода до конца контракта, заплатив серьезные деньги. Да. По части самоотдачи, самодисциплины, ну, это вот профессионал до мозга костей. Когда все там на травме наши игроки посещают веселительные заведения и вообще, будучи на травме, не сильно себя напрягают режимом, то этот, наоборот, когда был травмирован, работал еще больше для того, чтобы быстрее вернуться в строй. Поэтому, как тебе сказать, по требовательности, по самоотдаче, по всему, ну, это такой прямо вот пробитый парень, в хорошем смысле слова. То есть, у него только вот футбол, только победа, только игра. То, что у него нет опыта, ну, я считаю, что здесь, помнишь, как это, операция Ви? Иди потренируйся на кошечках. Надо обязательно на каких-то кошечках тренироваться. Потому что, вот, для меня самый такой яркий пример, это Карпин. Вот Карпин Спартаковский, когда он просто решил, что он будет тренером, и Карпин нынешний, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Я думаю, что Карпин нынешний, вот, в то время, вряд ли бы отдал чемпионство кому-то, и, скорее всего, доплыл. Сможет ли Олеч за вот этот короткий период этого чемпионата, и какое-то начало следующего, стать сразу тренером? Все бывает. Если мы берем несколько стартующих, ну, таких ребят, да, звездных, которые были футболистами, хотят стать тренерами, наверное, он один из лучших. Но тренерская стезя, это совершенно другое. Еще же главное в себе убить футболиста, когда ты становишься тренером. Поэтому, не знаю, не уверен. футбол он понимает. Видимо, Спартак пополнится какими-то хорватами новыми. Ну, я понимаю, что... Ой, Спартак, извиняюсь, ЦСКА пополнится хорватами. Важный момент, важный момент, я извиняюсь, что перебил. Вам не кажется, что теперь мы видим, вот есть понятие спартаковский дух, которое вот, да, такое всеобъемлющее. И теперь появился армейский дух. Расшифруй, пожалуйста, спартаковский дух всеобъемлющее. Хочу понять это. Вы не сторонник спартаковского духа. А вы что это? Расскажи, может быть и сторонник. Это то, что понимают только тот, кто был внутри. Это характер, это, значит, стремление к победам. А у остальных этого нет. Ну, я не слышал от кого-либо еще, чтобы говорили об армейском духе, о локомотивском духе. Слушай, ну, это просто... Всегда говорят о спартаковском духе. Слушай, ну, это просто... И спартаковский дух, он... Вовремя хорошо вкрученная фраза, которая разошлась, как теперь играет, как мем. Народная команда, спартаковский дух. Но спартаковский дух назначил Оленичева. Это как? Ветераны собрались и продавили эту кандидатуру. Это кто тебе сказал? Я. Я тебе потом расскажу другую информацию. Так. То есть, вы не считаете, что ЦСКА идет по пути Спартака вот в ситуации с Дмитрием Оленичевым? Когда взяли своего, назначили, и это тоже была спорная кандидатура. Ведь Олеч... Не, 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 подожди, подожди, подожди. Да. Жду. Олеч попал в ЦСКА уже как бы звездой. Да. А Оленичев в Спартаке стал звездой. И все-таки... Я имею в виду тренерскую историю. Нет, я говорю, все-таки, мне кажется, Оленичев для Спартака это больше как-то вот плоти-кровь, нежели Олеч для... Почему? Ну, мое личное такое мнение. Ну, Оленичев добился своих главных трофеев в Порту, а Олеч добился трофея такого большого... Да, он потом играл в Гамбурге, в Баварии, и там тоже много чего выиграл, но Олеч выиграл кубок UEFA именно с ЦСКА. И много чего выигрался в ЦСКА. Ну, может быть, может быть, я смотрю это под призмой того, что все-таки родное должно быть родным советским, ну, в принципе, российским, а не иностранным. То есть, я как бы, понимаешь, иностранцев вообще в этой ситуации немножко по-другому рассматриваю. Можете рассказать, что вы имеете в виду? Почему по-другому? Ну, все-таки, как бы там ни было, иностранец, по-любому, это пришли. Он приехал и уехал. Это не... Ну, немножко какое-то неродное все-таки. А Оленичев, он попал в Спартак, он, в принципе-то, по-моему, я не знаю, где он до этого, до Спартака играл. В Локомотиве? Ну, по-моему, не очень, да? Или очень ярко? Не, ярко достаточно, его поэтому и забрали в Спартак. Ну, как-то вот... Оленичев у меня больше со Спартаком ассоциируется, нежели Олеч с ЦСК. Мне даже кажется, что этот... Кто? Боснеец. Арахимич? Да, по-моему, вот он и то как-то вот больше, он всю карьеру, по-моему, уж провел у армейцев. Вот он больше армеец, чем Олеч. Олеч просто провел ярко, он был хорош, он такой был прямо вот... Ну, такой же, мне кажется, даже и Вагнер Ваф побольше тоже провел в ЦСК, и, мне кажется, и заслуг-то у него, наверное... Ну, да, ну, безусловно, просто Вагнер уезжал, возвращался, уезжал, вот я и говорю, ну, вот мне что, Олеч, Вагнер Ваф, это все равно, это яркие страницы, но это не что-то родное. Вот, и я понял, как я пытаюсь это выразить. То есть, это яркие страницы, но это не кровь и плоть, а Оленичев все-таки, мне кажется, это именно вот... Ну, то есть, возвращаясь к оценке, вы не уверены, что получится, или скорее уверены, что получится? Я не уверен, что получится сразу, потому что человек вообще никого не тренировал, ты понимаешь? Ну, он работал помощником в сборной Хорватии, да? Слушай, ну, это все не то. Главный тренер, это главный тренер. И я говорю, что мне кажется, такой очень рисковый выбор, ну, может быть, он и оправдан, кто его знает, но вот я не помню, этот Сульшер, или там Сульскияер, его по-разному называют, прими любую трактовку, он до того, как Манчестер Юнайт возглавил, тренировал кого-то? Ну, надо вспомнить, да, а сейчас... Вот я тоже не помню, но посмотри, ведь тоже пока нельзя говорить о том, что получилось. Ну... И вчера вылетели из Кубка. Ну, да, проиграли Лестеру, да, и вообще не идут... Мольда, Мольда некоторое время тренировал, да, Карди в Сити. Ну, вот, видишь, этот хотя бы на кошечках потренировался. Потренировался, Мольда тренировал в течение нескольких сезонов, да. А этот не на ком, поэтому, ну, такая рискованная ставка. Так. Ведь армейцы все-таки, они в отличие от Спартака, так тренеров, как перчатки, не меняют. Но у вас нет ощущения, что это такая немножко как бы кандидатура уже не Гиннера? Есть. Почему? Ну, ты знаешь, они... Период Гиннера и вообще вот эта вся работа, они все-таки, ты знаешь, всегда отличалась таким каким-то уж больно фундаментально продуманным подходом. Они взвешивали все за и против, а это, по-моему, такая в спартаховском духе такая, знаешь, это немножко аферистически, немножко эмоциональное назначение. То есть, он наш, он это, он ярко, давайте, а что будет? Да хрен с ним, что-нибудь да будет. Вот в таком вот. Я думаю, да, скорее всего, наверное, это креатура нового, там, Решкин, по-моему, президента. я думаю, скорее всего, но это тоже, знаешь, из оперы, давайте купим промисса, он нам помогал золото добывать. Вот это из этой же серии. Давайте назначим. Еще поможет. Да, да, обязательно. Уже помогает. Да, еще три раза поможет. Это, знаешь, из вот этой же эмоциональной такой какой-то. Давайте назначим Вагнера, он там, видимо, распиздяй по жизни, поэтому давайте назначим Олеча, он прямо вот, какой надо, такой кремень, прямо и вот, и в работе тренера то же самое будет. Мне кажется, именно вот этим, в первую очередь, руководствовались. ЗСК поговорили, я бы хотел поговорить о, прочитал ваше душу, жесточайшее высказывание по поводу Мирзова, вы и Мостовой против того, чтобы Мирзов возвращался в Спартак, чем он вам так не нравится? Послушай, я, во-первых, не против Мирзова, мне Мирзов вообще, вот, фиолетово, вот, что он есть, что его нет, поэтому вот не надо мне приписывать того, чего нет. Так, я сказал лишь о том, что на сегодняшний день, когда меня спросили, вот, Мирзов собирается вернуться, я сказал о том, что куда? Там сейчас четыре нападающих. На мой взгляд, из этих четырех нападающих, он хуже, он пятый, он точно, абсолютно хуже Ларсона, он точно, абсолютно хуже Соболева, он хуже Понцы, и на мой взгляд, даже хуже Промеса. Мирзову нужно, во-первых, всегда пустое пространство, Мирзов забивает только аутсайдером. Из этих мячей, которые он сейчас забил, по-моему, два он забил с пенальти, причем один с такого, знаешь, где сам исполнил, а Лапочкин ему подыграл, вместе с этим, вторым там этим, подельником, который на аваре. Дальше. Мирзов совершенно не умеет расставаться с мячом. Он играет, как во дворе. Главная задача, не забить гол, не выдать этим самым партнерам какую-то передачу, а главное, накрутить побольше игроков соперника. Попробовать им между, куда-то кинуть, бежать. Ну, то есть, человек, который абсолютно, ну, как тебе сказать, живет в своей, вообще, какой-то парадигме на поле. Потом, его же пробовали. Он вроде как, что, вот в таких командах, как Химки, это, как бы, его, да, у него есть пространство, защитники, соперника, которых он там накручивает, не могут с ним, и надо справиться. Ведь, на мой взгляд, я боюсь ошибиться, но мне кажется, он же никому из серьезных команд не забивал. Но Спартаку забил? В этом сезоне? Да. Ну, про оборону Спартака мы уже говорим много, поэтому ничего удивительного, но командам с хорошей обороной, по-моему, нигде, никто ему не дал там накрутить и забить. Поэтому, я считаю, что, ну, не всем выступать в Спартаке. Кто-то должен играть и в Химках, и, на мой взгляд, это, не надо в Спартак стремиться, потому что это ошибка. Знаешь, есть такая, раз уж президент задал нам тон, мы по слоицам, то я тоже продолжу. Лучше быть первым парнем на селе, чем последним в городе. Но, хотя, вы знаете, Андрей Владимирович, он забил Спартаку, Ростову, Казани, забил ЦСКА. Ростову забил с пенальти, который мы уже обсудили. Еще раз Ростову, и Казани еще один раз. Он в первом круге забил Ростову так, что там он накрутил всех. Это он так хорошо сыграл тогда с Ростовом. Бывает. Не, ну, я тебе говорю, это мое мнение. Я считаю, что ему в нынешнем Спартаке места нет. Только на лавке. Если он предпочитает лавку 90 минутам игры, ну, возможно. Честно говоря, ну, не знаю, в чем смысл. Краснодар хотел поговорить. Все-таки команда свалилась уже сейчас на 10 место. Проиграла, ну, так, Динамо. И матч знаковый, к сожалению, для господина Галецкого. В том смысле, что в Динамо были лучшие молодые футболисты, значит, выходцы из своей академии, о чем сам господин Галецкий говорил применительно к Краснодару. Что сейчас в Краснодаре происходит, на ваш взгляд? Все-таки так скрутиться до 10 места, это надо уметь. Слушай, ну, они, видишь, какие обидчивые, они, видишь, как реагируют на критику. Причем, это именно ситуация, о которой я говорю. такие ответы, которые после последнего критики, которые высыпались на Краснодар, говорят о том, что люди, опять же, живут в каком-то своем, знаешь, таком... Когда сказали, что мнение московских экспертов... да, но им не нужно мнение, и ради бога, просто, понимаешь, они это воспринимают все как личную обиду, но это, я тебе помнишь, говорю про этих кубанцов, они вот такие эксперты, они вот в своем мире живут, и они, понимаешь, не смотрят на то, что люди горят там, критику и прочие вещи, когда это, нормально человек это воспринимает, как, ну, некий совет, знаешь, некий, как тебе сказать, подсветку ситуации, которую надо исправить, над чем работать, то есть, как взгляд со стороны, как мнение людей для того, чтобы ты стал лучше, они это воспринимают как оскорбление, как обиду, и у них прямо такая, знаешь, реакция идет агрессивная на это, потому что, поэтому, в чем смысл говорить с людьми, которые, опять же, в силу своих, вот этой, как тебе сказать, защитной риторики, говорят о том, что пусть наш тренер проиграет все матчи, он все равно наш, и нам вообще ничего не интересно, мы тут сами очень все умные, и прямо сами все шикарные, ну, и ради бога, ну, пусть плюхаются в своем озере, назовем его так, ну, они доплюхаются до того, что будут на вылет стоять при таких огромных деньгах, при таком шикарном стадионе, при такой структуре, мое мнение, ну, если у тебя не работает эта схема, да, со своими, то есть, если свой тренер, твой воспитанник, где ты вот себе поставил, как бы, как, как аксиому, что вот он должен быть свой, и мы добьемся, ну, не работает она у тебя в каком-то моменте, ну, попробуй что-то другое, вот, если у тебя, не работает со своими воспитанниками, ну, пробуй опять что-то другое, ведь средства позволяют пробовать, если хочешь всему миру доказать, но мне кажется, всему миру доказать, надо доказывать не правоту своей концепции, тем более, пока она терпит фиаско, а победами, медалями, сколько Краснодар выиграл, по-моему, один раз бронзу, и все, за время, сколько Галецкий, уже лет 10? Ну, да, уже около 10 лет, но он не выигрывал кубок, он проиграл в финале, по-моему, так я и говорю, тебе не кажется, что при огромной комплементарности, которую он получает, за то, что там все создает, результат-то ничтожный, и я думаю, может, ему надо оглянуться, посмотреть, кто его окружает, может, это они виноваты в этом результате, может, они просто ему не те вещи, ну, как сказать, закладывают в уши, может, все-таки надо какой-то другой взгляд, свежий взгляд, но при таком денежном содержании, при таком прекрасном стадионе, при том, что в регионе осталась одна команда, а не две, при лучшей академии, ну, вот, при всем идеале, ну, мне кажется, хвастаться тем, что мы продвинулись на один этап дальше в Еврокубках, ну, очень спорное достижение, а давайте тогда вспомним, а сколько раз вы не продвинулись. Ну, а что делать-то, Андрей Владимирович, вы имеете в виду, что нужно, ну, оглянуться, это понятно, это такое философское, как бы, а что, нужно поменять тренера на какого-то иностранную величину, или что делать? Я не знаю, что, слушай, у них там свой путь, они же, ты видишь, они как эти, как баски в Испании, все наше, ничего, никуда, не это, я не знаю, мое мнение, что нужно просто, вот как, знаешь, вот это остановился, встряхнулся, все, и, и, как-то сел и спокойно, никого не слушал, вот прям закрылся в комнате сутки, и проанализировал, чего происходит-то, ну, на мой взгляд, команда с таким, как я скажу, фундаментальным потенциалом, кроме игрового, но она должна показывать гораздо лучше результат, чем сегодня, ну, а расслаблять тренера такими фразами, ты хоть все проиграй, нам похрену, ты все равно для нас любимый, ну, это вообще, я тебе скажу, я не знаю, это, каким надо быть руководителем, чтобы такое произнести, ну, ты понимаешь, что ты, в принципе, человека, не то, что расхалывать, да, ты ему хотел показать полное доверие, но, это, кто как расценивает, а, в принципе, многие подумали, вот это кайфы у человека, он даже может вылететь, а ему все равно ничего не будет, ты представляешь, какой уровень, ну, как тебе сказать, безответственности, какую индульгенцию на безответственность за результат получил тренер, поэтому, честно говоря, вот их даже обсуждать не хочется, потому что, ты понимаешь, ну, интересно даже вот смотреть на, вот мне лично на Спартак, потому что я так, знаешь, для себя замечаю, многие вещи, которые я говорю критически, они тоже как-то так воспринимаются, очень негативно, но, потихонечку я смотрю, что все практически, что я говорю, они делают, как-то чуть-чуть так, со своими штрихами, со своими поворотами, за воротами, но все равно, они именно вот поступательно, это все происходит. Например? Мы без примеров, они всегда как-то немножко реагируют болезненно, но я тебе скажу, например, мое мнение, опять лично, что Спартак сейчас гораздо лучше работает над своими проблемами, чем Краснодар, поэтому Спартак сейчас на втором месте, бьется за первой, за Лигу чемпионов, а Краснодар, сезон закончился. Спартак сейчас на втором месте, сезон будет еще прибавлять, и будет забивать галой. Ой-ой-ой-ой... Или у тебя появится резиновая Меркель. Не резиновая, вы резиновый мне не... А какой у тебя? Портрет. Портрет, ну да, портрет. Ну я тебе тогда, знаешь, эту фотографию, где она в голове идет? Бежит по мосткам, около озера. Про судейство. ЭСК признала, что Гол Соул был забит правильно, но две другие претензии отклонены, это по пенальти Мирзова и по пенальти, который не назначен Полоза. Что вы об этом думаете? Вы уже наняли частных детективов? Мне это зачем? Объясни мне. Вот мне это зачем? Я тебе просто сказал, что в принципе существует такая потенциальная возможность, что если будет большое желание кого-то из судей достать, то они зря думают, что они прямо такие все умные, а они все умные, поверь мне, как этот же вензельский губернатор. Может быть, чуть-чуть ребята похитрее на опыте, но тоже, я же тебе говорю, что любая ситуация, она имеет все равно свои следы. Поэтому, если очень захочется, вот прямо прижмет, то по-любому из них можно прямо целый роман написать, который точно закончит их карьеру. По ситуации с Ростовом, ну я думаю, что у нас, знаешь, все вот эти вещи, решения принимаются, как тебе сказать, такой, знаешь, с большой долей дипломатии. Давайте мы, вы там не кипишуйте, не кричите, мы вот тут вам признаем, а тут мы как бы это самое, сделаем вид, что мы разобрались, но и не очень разобрались. Я тебе скажу, что, ну просто будет совершеннейшим, да, каким-то скандалом, если бы во всех трех эпизодах они бы признали то, что Лапочкин не прав. И еще раз тебе повторю, что это любимое занятие, в принципе, наших футбольных чиновников делать из нас всех идиотов. Это вот они в этом плане, они прямо чемпионы мира, им даже на чемпионат ездить нельзя. Ой, не надо, потому что вот тут пытаться всех вокруг сделать дураками, они просто идут с огромным отрывом. Их проблема в том, что сейчас есть интернет и сейчас есть соцсети и прочие вещи, и люди, в принципе, все все видят. Сейчас не надо там один раз в неделю поймать в какой-нибудь передаче про футбол, увидеть этот момент и потом о нем спорить. Его можно посмотреть 10 раз, и люди, которые, в принципе, что-то в футболе понимают, они все прекрасно видели. И я считаю, что у этих пенальти поставленных и у пенальти не поставленных существует своя природа. Эта природа напечатана на бумаге. Вот и все. И я поэтому думаю... Вы имеете в виду тот скрин, да, который вы все видели? Какой? Нет, я... Соу гола. Ну, я понимаю. Да, я имею в виду, что существует такой вид бумаги, который любят все. И мне кажется, что основная причина того, что первые пенальти поставили, а потом не поставили, именно это. Но это мое личное мнение. Потому что нельзя три раза ослепнуть просто так. А тем более человеку, который пялится в 4, в 5 или сколько там у них этих экранов висит. Вот и все. Ну, если еще лапочкам в силу возраста или замутнения взгляда мог это не видеть, то человек, который со стоп-кадрами смотрел это в 5 мониторов, не мог не видеть. Поэтому во спасение души, мне больше всего понравилась, знаешь, эта формулировка. Но он до этого провел хорошие матчи, поэтому мы его там типа линчевать не будем. Ага, получается, если до этого человек не воровал, а потом пошел украл, то из-за того, что он до этого лет 10 не воровал, его нельзя осудить. Или надо осудить, но минимально, потому что в принципе он хороший парень, он же до этого не воровал. Ну, так у нас получается, что в принципе надо тогда всех, кто первый раз преступление совершает, тоже прощать. По этой логике. Все же до первого преступления были хорошими парнями. Так. Ну вот. Про сборную хотел бы поговорить. Артем Дзюба не понимает хейта по вызову или не вызову в сборную футболистов. Вы понимаете этот хейт? Когда начинают задавать вопросы. Давай, я все-таки из другого поколения. Хейт это что? Критика. Ожесточенная критика. По-русски нельзя сказать, да? Не понимает критику. Скажи мне по-русски, пожалуйста. Не понимает злобень по поводу вызова или не вызова определенных футболистов. А определенных это каких? Жирова, например, Нойштеттера. Я, например, не понимаю вызова этих футболистов. Я вообще считаю, что вызов этих футболистов преступлением вряд ли можно назвать. Но это повод задать вопрос главному тренеру, а с какого хрена они вообще там появились? Так. Я не знаю вообще кто такой Жиров. Жиров это футболист. Да, я теперь уже знаю. Хейт. Проявление ненависти кого-либо к творчеству или деятельности другого человека. Ну что поделаешь, если Нойштеттер плохой футболист. Даже для премьер-лиги. Я не понимаю, как он может оказаться в сборной. Я не понимаю, зачем нам в сборной какой-то Жиров, который выступает где-то, я так понимаю, в Германии. Вот в каком-то там, я не знаю, где он выступает. В Германии, в команде второй лиги, которая занимает предпоследнее место. Ну тогда можно еще из Германии пару мальчиков, которые мячи подают, тоже взять в сборную. С таким же успехом. Я понимаю, какая-то схема там существует. Как это, агентская. Но у нас сборная не этот, не прокат, не прокатный пункт для повышения цены всяким непотребностям. Поэтому я думаю, что по этому поводу у руководства РФС с Станиславовичем должен быть жесткий разговор. В сборную должны попадать люди, которые на самом деле лучше на сегодняшний день, а не притянутые за уши клиенты, родственных тебе агентов. Что? Я не так что-то сказал? Не, нормально как бы. Что, неужели в сборную вызываются люди не по спортивному принципу? Ты знаешь, получается да. Что же делать? Хотел тебе ответить из сериала «Полицейские срублевки»? Я думаю, я думаю, как-то немножко безбашенно черчесов готовит себе проблемы перед уходом. Потому что, если, например, мы сейчас в этой паре матчей прокатимся не очень хорошо, ну на него просто сойдет лавина. И так-то многие не очень довольны, особенно после вылета из Лиги наций. А сейчас, ну я думаю, что нет стопроцентной гарантии, что мы обыграем Словакию, а со Словенией-то совсем будут проблемы. Да и группа у нас такая, ты знаешь, веселая. И я, например, не уверен, что мы из нее выйдем. Я думаю, наша битва за второе место со Словенией... Вы думаете, первая безапелляционная Хорвата возьмут? Я думаю, да. И я не уверен, что битва со Словенией закончится в нашу пользу, как уже было один раз. Поэтому и вот тогда ему припомнят всех этих жировых с Нойштеттерами. И будут помнить долго, и будут помнить злобно. Но в данной ситуации что РФС делать? Поправлять, говорить, не вызывай жирового Нойштеттера. Что делать? Естественно. Это их... Слушайте, мы, как болельщики, мы можем только вопрошать. А они, как люди, платящие ему зарплату, причем, как оказалось, очень большую, и даже премиальные за товарищеские матчи, могут с него спрашивать. И они абсолютно вправе спросить, по каким критериям два этих пассажира сели в наш автобус. И он должен объяснить. Для того у нас и существует РФС. Не только для того, чтобы покрывать Лапочкиных, а для того, чтобы еще и с кого-то хоть что-то спрашивать. А вопрос очень простой. Он должен объяснить, по каким футбольным показателям, причинам они туда попали, и на их место нужно назвать два-три человека, и пусть он объяснит, почему вместо вот этих людей, например, взяты именно вот эти. Ладно, Кудряшов, он хоть парень заслуженный, он там бился, играл, умирал. Я художник, я так вижу. Не, подожди. Умирал Кудряшов, и в принципе, и то сейчас очень плохо выглядит. Но он его берет. Ну ладно, один человек еще мы можем потерпеть. Но эти два, что значит он художник? Он художник, который живет за мое. Если ты художник, который пишешь сам, ну, живешь от подаяний, и если ты художник независимый, тебя никто не кормит, рисуй, что хочешь. Понимаешь? А если ты какой-то руки питаешься, если у тебя есть рука дающая РФС, да, этой руке ты должен объяснять, ты уже не художник. Художник ты, когда ты сам себя кормишь, или там сам свои картины рисуешь и продаешь. Вот это ты свободный художник. А когда ты работаешь на заказ, ты изволишь исполнять то, что от тебя требует заказчик. И если он рисует, этот же художник, три правые руки или уши из жопы, он должен объяснить, почему он так видит. Понимаешь? А раз он не может объяснить, значит, надо спросить его, почему так получается. А если он не может ответить членораздельно, всем понятно, то надо жестко предупредить, что так делать нельзя. Нехорошо рисовать уши из жопы. Это ненормально, так не бывает. Уши должны расти вот отсюда. Из щек. Из щек, это вы сильно высказали. Из щек, да. Поэтому, если, например, он берет этих двух, опять же скажу, этих персонажей, он должен объяснить, чем эти два персонажа лучше тех, которые у них есть других россиян из нашей лиги. И если членораздельного объяснения нет, а еще лучше подкрепленное вот этими, как это называется, ТТД, да, так и какие-то, и прочими-прочими вещами, ну тогда надо сказать, ай-яй-яй, ай-яй-яй, не надо так. Никто этого не понимает. Вся страна не понимает. РФС не понимает. Ну и вообще, зарабатывайте мужчина в другом месте. По молодежке, по молодежке, туда попал Тюкавин. На ваш взгляд, вот мнение об этом футболисте? Ну очень хороший парень. Очень хороший, очень настырный, злой и, как оказалось, хорошо подготовленный. Ну мне кажется, вообще вот эта парочка Захарян и Тюкавин, это будущее прямо нападения нашей сборной. Ну Динамо всегда давала хороших ребят, и у них крайне прямо как-то возникает. Но главное, чтобы опять же эта пара Тюкавин-Захарян не повторила путь еще одной легендарной пары, Смолов-Кокорин. Вот тут главное не переборщить с комплиментами, с авансами выданными и со всеми-всеми вещами. Я же помню, как там тоже начиналось. Начинали ярко, закончили как всегда. Главное, чтобы тут медные... Ну в общем, Федя несколько раз был лучшим бомбардиром. Чтобы тут медные трубы не похоронили два прекрасных таланта. Федя был дважды лучшим бомбардиром и лучшим футболистом страны. Да, еще он один раз шикарно пенальти пробил на чемпионате мира. Бывает? Бывает, нет, не бывает. Бывает, как Баджо пробил, попал в штангу. Вот это бывает. Но он выше ударил Баджо в финале чемпионата мира. Ну или выше, да. Ну вот это бывает, ты понимаешь? Да, бывает, что не попал. А когда ты как пижон катишь, думаешь, что ты умней планеты всей. Вот это не бывает. Это называется... Понял. Ну что, еще один ваш любимый тренер. Марко Николич уже третий. Уже третий. Удивляет. Ничего не могу сказать. Удивляет. Такой спорт потрясающий ребята сделали. Да, нет. Вокомотив, да, хорош на удивление. Причем, ты знаешь, я даже именно под этой призмой ради интереса стал смотреть этот матч. Честно говоря, ничего не предвещало победы локомотива. Единственное, я так и не понял, это игра без вара, что ли, была? Вы имеете в виду, что судили, как в последний раз? Нет, ты знаешь... Но там не дали локомотиву два пенальти. Да, справедливости ради, надо сказать, локомотив выиграл заслуженно, потому что там пенальти не дали. Я вообще не понял, как его можно было не дать после всех скандалов, которые состоялись. А гол-то забили, мне кажется, с вне игры. Причем с такого метрового вне игры. Но по, как это у нас любят говорить, по духу, да? Не по справедливости, а по духу. Ну, все правильно. Там не дали, здесь забили. Но я не понял, почему у нас матчи без вара проводят. Или он с варом был? Ну, вот я не могу сейчас понять. Вот я тоже не могу понять, почему, во-первых, не смотрели эти пенальти, а потом не посмотрели вот этот мяч. Мне кажется, когда игрок Окомотива сбрасывал мяч головой, то Крыковяк, по-моему, там не то, что чуть-чуть, он там на метр, если не на полтора был уже впереди. Но вот этот тренд, я еще об этом хотел поговорить. Смотрите, у Окомотива играют эти молодые, Рыбченский, Куликов, Мухин сейчас. Слушай, Окомотива в шикарной форме играет Крыковяк. Он им тащит второй или третий матч из этих трех, о которых ты говоришь. Там он в девятину засадил. С ССК. С ССК. Здесь он забил, хоть и из игры, но забил. Я тебе скажу, что это очень важен для них игрок. Если его не будет по травме или еще по какой-то ситуации, вся вот эта вот пруха закончится. Смотрите, еще просто вернусь. У Динамо двое этих самых. Захарян, Тюкаевин, плюс еще есть Евгеньев молодой. У них там и Грулев тоже молодой пацан. У Ростова 4-5 футболистов, там чуть ли не возраста 21 года. У Спартака играет там этот самый Маслов. И еще в нескольких командах Маслов хорош. Что вы видите? Ну, он хороший парень, он играет хорошо. Мне, в принципе, нравится, но он какой-то такой нефортовый. Ему, по-моему, надо обязательно в Елуховский собор сходить, наставить десяток свечек, вставить новый зуб себе, ему выбили в матче с Динамо, и все будет хорошо. Ну, ему надо обязательно к батюшке сходить, потому что забивать в себе, привозить это, конечно. Что, на ваш взгляд, стало причиной того, что у нас достаточно много молодых сейчас у футболистов стало в Лиге? Ну, вот что произошло? Это лимит. Лимит. Действительно много молодых. Лимит. Положительный лимит. Я считаю, что его надо еще усиливать, и будет еще больше молодых, и еще, потому что им будет больше открываться возможностей. И я тебе скажу, что мое мнение, в 80% покупка иностранцев абсолютно не оправдана. У нас есть свои ребята, которые могут играть абсолютно на том же уровне. Об этом, кстати, Мирзов же и заявляет, что я лучше Промиса, возьмите меня четвертым. И по результату получается лучше. А вы против Мирзова в Спартаке? Да я не против. Я тебе говорю о том, что... Я просто не могу понять. Я тебе говорю свое мнение, что на сегодняшний день, если бы он туда даже пришел, он бы был пятым, и на поле бы не вышел. Несмотря на то, что он после возобновления забил больше, чем Промис. Промиса и так ставят в ущерб Понца, который, на мой взгляд, лучше. Ну да, Промис забил гол, заработал пенальти, мог этот пенальти исполнить, но отдал право бить Соболеву. С Промисом команда убрала Краснодар, убрала Динамо. Хорошо, прощай, заработал пенальти это чего? Ну, на пятый гол. На пятый гол. Да, когда вы мне написали, что... Когда его это самое по жопе нельзя хлопнуть. Да, вы именно так мне и написали. А за что пенальти-то отдали, можешь объяснить мне? Ну, я пытался посмотреть. Сбил футболиста. Да ты что? Чем? На переступе, ну... На чем? Ну, я смотрел, ничем. Кроме как вот аккуратненько похлопал позаде, ничего другого не было. Вот я и пытаюсь, я смотрел, думал на переступе, нет, не коснулся. Да, оказывается, и этим местом тоже можно заработать пенальти. Вот вы хейтер, хейтер... Вот, оказывается, из-за этого нужно... Вот вы хейтер Промеса. Но ведь Промес, смотрите, 6-1 с Краснодаром, Динамо убрали, убрали сейчас этот самый Урал. Промес проиграл только одну игру. Казани. Первую для себя. Вот мне странно. Первую для себя. Складывается, голландцы, ты любишь Промес, как-то все это вот у меня в какую-то кашу складывается. Ну, по существу, ответьте. А не то, что у вас в голове складывается. Все нормально в этом плаве, да. Так, и что? Ну, вот, почему вы так настроены-то? Потому что, смотрите... Да мне вообще, мне этот Промес вообще до одного места. Я думаю, что команда резко прибавила. Да не прибавила она с ним. Она бы прибавила без него еще лучше. Играет просто лучше вся команда. Он ничего не делает ключевого для того, чтобы команда играла лучше. Я считаю, что Понсон на его месте было бы больше пользы. Вот и все. Я не считаю. Я просто, понимаешь, это как тебе сказать, это когда люди, знаешь, я забыл, как это называется психологией, этот эффект, когда ты желаемое выдаешь за действительное. То есть, когда команда и так, и без него играла бы лучше, и она вся лучше играет, но у тебя это точечно связано с тем, что появился он. А на самом деле появился бы он, не появился, все было бы точно так же и, наверное, бы даже было лучше. Андреевич, на это вот вы же афоризмы любите. Если бы Промеса не было, это как ситуация, если бы у бабушки было что там? Или у дедушки там наоборот? Но Промес есть, и они легко убирают эти команды. Кого они легко убирают? Краснодар 6, Урал 5. Слушай, Краснодар, ну перестань, ну ты же видел эту игру. Там все могло перевернуться и абсолютно в другую сторону. Могло. Могло, но не перевернулось. И точно заслуги Промеса в этом нет. Почему? Ну потому что, я считаю, что там заслуга других ребят, но точно не его. Он не ускоряет атаку, он не давит так, как давит Соболев. Он не бьет так точно и опасно и вообще не атакует, как Ларсен. Я считаю, я тебе говорю, я просто считаю, что Спартак и без него был бы так же хорош. А может быть, даже если бы вместо него выходил Понца, был бы еще лучше. Вот и все. Без него Спартак не был так хорош. Хорошо, это у нас с тобой разговор ни о чем, потому что у каждого есть свое мнение, и мы его просто высказываем, и мы гадаем на кофейной гуще. Мое мнение, что это как бы тормоз. Четыре очка осталось до Зенита. Что должно произойти, чтобы Зенит потерял титул? Вряд ли что-то. Ничего? Я себе табличку делал, сейчас я на нее гляну. Четыре очка? Нет, я не про очки. С кем играют? Да, я смотрел. Там просто у... Ты понимаешь, у Зенита же сейчас... Очень легкий календарь. Очень легкий календарь, да. У них сейчас идет Химки Сочи, потом разобраны Краснодар и Ротор. В принципе, раз, два, три, четыре. Четыре матча, я не вижу, где они могут потерять. Сочи могут, вы же говорите, что это очень тяжелый поединок. Ну, и Сочи же в гостях играет. Нет, Сочи играет дома. А, Сочи дома. Ну, вы же говорите, что Сочи очень тяжелый поединок. Может быть, первый раз, да. Вы всегда говорите, что Сочи очень тяжелый поединок. Я думаю, очень тяжелый поединок, но, думаю, сейчас Зенит их обыграет. Никогда такого не было, и вот опять Андрей Садович. Да, как это, по классике. А у Спартака сейчас, ну, вот и посмотрим на этого Промиса, сейчас очень два тяжелых матча. И Ростов, и Локомотив. Ну, правда, правда, видишь, в сборной Голландии такие же хейтеры Промиса, как и я, они его просто туда не взяли. Потому что очень хорошо играет в Спартаке. И поэтому, конечно, он будет к этим матчам лучше готов. Будет пауза на сборную. А у всех остальных, конечно, все будут перегружены. Я вас огорчу. значит, говорили о том, что он вызван, но потом поменялась, поменялась ситуация. Его первоначально вызвали, да. А потом все-таки не вызвали, да. Да. Первоначально я бухать не хотел, потом что-то взял, решил и нажрался. это из этой же серии. Да, 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 да. Первоначально. У вас нет тревоги перед матчами с Мальтой, Словенией, Словакией? Я же тебе уже сказал. Я считаю, что с Мальтой, наверное, в боях победим. Со Словакией мы же там, по-моему, еще играем, да? Со Словакией. Со Словакией, по-моему, мы играем дома. Ну, вот тут мы даже, может, и на ничейку пристроимся. А со Словеней, так вообще, мне кажется, прям будет беда. Почему? Ну, потому что. Надо еще смотреть, не выйдут ли эти два прекрасных игрока в стартовом составе, чего тоже можно ожидать. Со Словакией в гостях, со Словении дома я перепутал. Да, вот в гостях со Словакией, я, например, не уверен, что мы там победим. Ничья, это уже как бы совсем не хорошо. А Словения, слушай, они прям вот нет у меня уверенности. Я вообще боюсь, что мы после этого всего можем остаться с пятью очками и сразу подвесить себя в такую, знаешь, ну, в проблемную ситуацию. Тем более, видишь, вызываются всякие немцы и не вызываются молодые ребята, которые, ну, явно лучше, чем они. мы зачем-то пытаемся за счет первой сборной очень сильно укрепить молодежку. Вы считаете, этого делать не стоит? Ну, я, если ты спрашиваешь меня, мое мнение, я бы, например, на игру с Мальтой как раз бы всю вот эту молодую банду и взял. И Мальту бы раздевал именно вот этими молодыми Захарянами, Тюкавинами, Евгеньевыми, Масловых бы ставил, я не знаю, кто будет стоять в воротах. Я надеюсь, Максименко будет у нас в воротах в первой сборной стоять? Нет, не будет. Ну, вообще беда. Максименко в молодежке. Ну, на какой хер это все делается? Вот объясняю. А вы не считаете, что молодежке тоже нужно как бы... Я считаю, что вся страна болеет за первую сборную. Молодежку смотрят только те, кто в силу какого-то гиперинтереса, ну, как вот там я, другие люди и профессионализма. Ну, кто еще профессионал, как ты? Вот они смотрят молодежку. Остальной стране, любителям нашего футбола, молодежка, она так, знаешь, где-то там что-то есть, но выиграли, хорошо, замечательно. Никто не следит так, как за первой сборной. Вся страна болеет, переживает. Я мало знаю людей, которые там накупают ящики пива, там, рыбки и готовятся прямо к просмотру матча молодежки. Ну, идет там фоном, ну, идет хорошо, включил, посмотрел. К этим же матчам вся страна, все люди, все прилипают к экранам и людям надо давать праздник, а не нервотрепку. А у нас в последнее время вместо праздника сплошная нервотрепка. Я, например, думаю, что как раз этих ребят, которые набирают ход, которые набирают уверенность, которые вообще становятся значимы для своих команд, их надо сразу делать значимыми для сборной. И уже рвать таких, такие команды, как Мальта, должны именно они. Именно вот этих ребят, какой-то, ну, там, например, в середину, конечно, цементировать там Забнин, еще там кто-то, но вот вперед выпускать этих молодых волков, голодных, которые жаждут, которые прямо с горящими глазами будут лететь, а не так, как выйдет эти наши тяжеловесы, а, Мальта, да мы ее, сейчас это, о, посмотришь, а уже 1-0 горим. Не те, кто будет, знаешь, одолжение делать в игре с Мальтой, а те, кто будут пытаться ее просто измочалить во все эти самые доступные и недоступные места, поэтому мое мнение, что вот эти вещи должны абсолютно по-другому выглядеть. Оптимистичный у нас сегодня разговор, будем смотреть на матчи сборной и переживать за нашу команду, а потом поговорим. Спасибо большое. Пожалуйста, такое же.